Боинг 737 Макс отправился в свой первый коммерческий рейс в США после почти двухлетнего простоя на земле. В ноябре Федеральное управление гражданской авиации одобрило изменения в программном обеспечении, связанные с автоматизированной системой управления полетами в данной модели. Именно они стали причиной двух авиакатастроф – в 2018 году в Индонезии и в 2019 в Эфиопии, в результате которых погибли 346 человек. Еще одним условием возвращения 737 Макс в небо стал пересмотр программы обучения пилотов. Президент компании American Airlines Роберт Айсом оказался одним из около сотни пассажиров, прибывших во вторник из Майами в Нью-Йорк. Еще ни один авиалайнер в мире не подвергался более тщательной проверке. Мы уверены, этот самолет самый безопасный в небе и без колебаний возвращаем его в эксплуатацию. Мы убеждены, что сможем доказать его безопасность нашим клиентам. Доставим людей, куда бы они не пожелали отправиться. Я уже летал на нем две недели назад в Нью-Йорк. У меня не возникнет никаких сомнений, если кто-то из моих родственников или ваших решит подняться на борт. Самолеты разбиваются, это печально, но факт. Прошло уже 20 месяцев. Боинг – великая американская компания. По-моему, у нее было достаточно времени на исправление ситуации. Этот самолет ничем не отличается от других. Я чувствовала себя на борту в полной безопасности. Более слабонервные пассажиры смогут бесплатно поменять рейс. Авиакомпании предупредят заранее тех, кому предстоит полететь 737 MAX.